Мы сегодня говорим про интернет, в том числе и про соцсети, и многие используют различные ресурсы для прослушивания музыки. Вот именно в этом ключе почему-то, ну и молодые люди, и люди возрасте, наверное, потому как в интернете, ну это, наверное, самая обширная такая вот библиотека музыки, и там можно найти все. Как раз-таки про музыку мы продолжим разговаривать с нашим гостем, он певец, у нас в гостях Хайбек Бекбеков. Хайбек, доброго утра. Привет. Ну, давайте начнем разговор по теме, продолжим точнее. Как много времени вы тратите на интернет, в частности в соцсети, ну можно, кстати, не заострять внимание именно на соцсетях, просто сколько часов в день или минут? С каждым годом все больше и больше. Почему? Потому что, как ни странно, это занимает основную часть деятельности, а тем более медийных лиц, так что приходится сидеть побольше, в частности в Инстаграме и так далее. Ну, вы так говорите, приходится. Вам представляет это какое-то неудовольствие или все-таки вы уже органично влюлись? Нет, я к тому, что хочется иногда без всяких, без всякой техники, да, больше жить, больше наслаждаться природой и так далее. Ну, скажите, пожалуйста, как вы считаете, если вот вы исполнитель, неважно, начинающий ли или уже опытный, но если ваша позиция такая, что меня в соцсетях не будет или, ну, мое присутствие в интернете не будет, я вот только буду, не знаю, ходить на телеканалы выступать, давать концерты, есть ли вообще какая-то перспектива стать успешным человеком в современном мире без интернета у творческого человека? В любом случае, это тоже станет популярным за счет интернета. Как бы, даже если ты не будешь пользоваться интернетом, тебя будут преследовать и говорить, вот он единственный человек, который не использует интернет и выкладываете в интернет. Ну, это своего рода фишка, согласитесь? Да, своего рода, да, фишка, но, тем не менее, мы люди уже, к сожалению, люди техники, мы записываем фонограмму в электрическом варианте, оркестр с собой таскать вообще не вариант, да. И так как мы записываем на студии, в компьютере, приходится выкладывать в интернет, делиться в Инстаграме и так далее в других соцсетях. И так что без интернета, мне кажется, это уже, к сожалению, невозможно, да. В какой из соцсетей вы наиболее активен? Ну, как и все, в Инстаграме, да, ну и во всех других. Ну, вот, кстати, не все, в том-то и дело, мы сегодня на протяжении всего эфира поясняем, кто-то любит лаконичные послания в Твиттер, а кто-то любит, наоборот, писать огромные статьи на Фейсбуке. Поэтому, ну, действительно, Инстаграм на сегодняшний день популярнее всего, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, Айбек, а как давно вообще музыка в вашей жизни? Музыка, оно с рождения, как бы, да, но... Как давно вы на сцене, когда давайте так? Да, на сцене я уже пятый год, ну, как на профессиональной сцене, вот, а так с музыкой дружу уже, как бы, в порядке десяти лет. То есть это ваша профессия или хобби? Это и другое, это и то, и другое, да. Но, скажите, пожалуйста, вы исполняете какие-то кавер-версии известных композиций или у вас свой контент? В основном у меня свой контент, но бывает так, что люди просят, но когда просят, приходится исполнять, как бы, кавер-версии. Но вот касательно своих собственных композиций, вы еще и композитор или вы берете чьи-то песни, кто пишет специально для вас? В основном пишет для меня, но как композитор это очень громко звучит, надо это уже, этот, как он, этот статус надо заслужить, вот. А так, в принципе, я мог бы сочинять мелодии, мог бы сочинять слова. Мог бы, это слово такое неуверенное, но тем не менее... Ну, просто не было попыток или были, но вам как-то вот не понравилось? Попытки, безусловно, были, но так как я человек творческий, постоянно себя, как вам сказать, не удовлетворяясь самим собой, постоянно в поиске. И, мне кажется, так и будет в дальнейшем. Ну, может быть, это и есть секрет успеха? Да, возможно, это и есть, да. Но в дальнейшем, мне кажется, с этим как-то выяснится, будет яснее, да. Олег, скажите, вы всегда выступали соло, никогда не было идеи сколотить какую-то группу и с ребятами выступать? Были идеи, на самом деле. У меня есть друзья, которые шикарно поют, мы буквально с ними выросли вместе. И всегда мы как бы и росли на такой музыке, где вот Backstreet Boys, Boys to Man, вы наверняка слышали таких исполнителей. Это уже расслабство уже. Вот, и как бы по-любому это влияние, всегда хотелось и в группе петь, ну, когда с друзьями, как бы бывает так, в конфликтах, там недопонимание, хочется сразу соло петь. Я ухожу из группы. Ну, как бы, да, да, как бы по настроению и все, да, как бы. А так, в принципе, соло, мне кажется, для певца, для творческого человека всегда должно быть такое свое индивидуальное, как бы, взгляд, индивидуальный взгляд. И мне кажется, это нормально. Скажите про свои планы, перспективы. Что хотите в ближайшее время реализовать из творческих идей? Из творческих идей? На самом деле на пьедестале меня давно не было. Я немножко расслабился в этом плане. Но творчески я не расслаблялся, вот, и в ближайшее время скоро моих слушателей, моих поклонников ждет сюрприз. Эта песня немножко, таком, скажем, в новом, в новом уровне, с новыми взглядами, свежая музыка, так скажем. Ну, как сейчас, знаете, модно делать публикации в соцсетях какой-нибудь такой затравочкой, и внизу подпись «Coming soon». Вот вам нужно воспользоваться этой письмой. Ну, я предлагаю, поскольку вы человек творческий, и наверняка вы оцените эту нашу идею, я предлагаю немножечко поиграть этим утром. Мы потом послушаем и вашу композицию, но прежде такая вот немножечко разогрев для, не знаю, для мозга, наверное. Есть игра, которая называется «Горячий стул». Ну, вы буквально сильно не воспринимаете, мы вас на стул горячий сажать не будем. Виртуальный, да? Да, просто представьте. Это то место, на котором нельзя усидеть, то есть нужно постоянно отвечать очень быстро. У меня есть список вопросов. Вам не нужно абсолютно задумываться над смыслом. Вы можете нести просто первое, что попадется вам в голову. Но самое главное, чтобы это было оперативно. Готовы? Окей, готово. Итак, вопрос. Голландский тренер, французский дизайнер, что дальше? Юдашкин. Окей, почему нет? Как переводится «Рено»? Машина. Любимая песня местных автомобилистов? Авторадио. Окей. Ручной тормоз – это? Ручной тормоз – это тормоз. Итак, что такое галоген? Галоген – это, наверное, новшество. Окей, быстро будет так. Кто изобрел домкрат? Ребята со СТО просто соседнего писали вопрос. Домкрат изобрел домкрат. Домкрат? Да. Ну, почему нет? Да. Скажите, пожалуйста, в чем разница 95-го и 98-го бензина? Вы ездите за рулем? Да. Это от меня вопрос. Да, да, да. Разница, наверное, в качестве и в деньгах. Ну, и заключительный вопрос. Когда закончится кризис? Причем, вы пока подумайте, а я поясню, у меня здесь запятая, и почему-то Костя. Когда закончится кризис, Костя? Кризис Костя? Ну, когда... И кто такой Костя? Костя подрастет, вот тогда и кончится. Меня полностью устроил этот вопрос. Айбек. Пусть будет так. Да. Тверк.